Вместо барака электродом жителей большевика в предвкушении новоселья. Все довольны. Уже некоторые прямо уже сидят на чемоданах. Больше не нужно таскать инвалидное кресло на руках. В многоэтажке в красном появился подъемник. Об этом в рубрике «Вопрос снят». Теперь мы без препятствий выходим на улицу. Дома с индивидуальными подвалами и квартиры со свободной планировкой. Рубрика «Твоя квартира» о жилье, которое прямо сейчас еще можно успеть купить в самом центре Гомеля. Посмотрите, какая она широкая. Квартира со свободной планировкой. Итак, поехали. На этот раз команда «Большой стройки» отправилась в Гомельский район. В окрестностях областного центра успели построить и продолжают много новых домов. Появились современные детские и воркаут-площадки, детские сады и даже отреставрированный дом культуры. Первая геометка «Большой стройки» – Чонки. Весь теплый сезон здесь просто рай для отдыхающих. Природа, река, извилистые дорожки. Все для релаксации, отдыха, психологической перезагрузки. Ну а жить здесь – мечта для многих. Хотя некоторые не просто мечтают, а активно идут к своей цели. Ведь в Чонках растет еще один микрорайон, который обрамляют только голубое и зеленое. Река и необыкновенные красоты природа. Красивое место, населенный пункт Чонки. Исторически сложилась, что это зона отдыха всех гомельчан. Не только гомельчан, но и жителей Гомельского района. Здесь строится совершенно новый микрорайон. Микрорайон Чонки номер 2. Будет десятиэтажная застройка. 60 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня мы начинаем новый дом строить. Мы его должны ввести в этом году. В первом полугодии этот дом. Позиция 5. 120 квартир. 7700 квадратных метров. В трехсекционной десятиэтажке будут коммерческие квартиры и для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В том числе для многодетных семей. Квадратный метр – 1200 рублей. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий – менее 1130. Это достаточно невысокая цена для района и гомеля. Обрадовать будущих жильцов должно и еще одно обстоятельство. Отопление здесь будет по квартире. То есть в каждом доме будет индивидуальный котел работать. То есть он круглый год можно поддерживать нормальную температуру, комфортную для жителей, которые будут находиться здесь в этом доме жить. Зимой пейзаж не такой красивый, как будет летом. Здесь рядом находится с правой стороны старик реки Суш. А здесь буквально метров 100-150 река Суш протекает. То есть она здесь, он находится как бы в пойме реки, этот населенный пункт. Площадь однокомнатных квартир около 43 квадратных метров. Двушек около 60 и трешек от 77 до 83 квадратных метров. Еще есть свободные квартиры. Можно поторопиться и купить одну из них. Для этого нужно обратиться в управление капитального строительства Гомельского района. Кстати, в этом микрорайоне запланировано строительство еще четырех домов. Так что переехать в райское место сможет еще много желающих. В июне месяце дом будет готов к сдаче с благоустройством, с прилегающей территорией. Для того, чтобы успеть возведение данного объекта в установленные сроки, нами организована работа 24 часа в сутки, трехсменный режим работы. Вы можете наблюдать за действием на два башенных крана. Бригады слаженные. Работаем твердо, уверенно. К установленной дате объект будет, конечно же, готов к вводу в эксплуатацию. Что из себя представляет данное строение? Типовой проект, конструктив. Железобетонные наши панели. Значит, трехслойный, теплый, надежный будет дом. Это самые современные панели, да? Самые теплые? Да, самые теплые. Очень комфортабельный, уютный дом. Расположенный в таком замечательном месте. Действительно, этому дому можно позавидовать. В Чонках решается не только жилищный вопрос. Снимаются и другие, не менее важные. Например, прошлым летом здесь открыли детский сад на 60 мест. Скоро рядом с ним появится еще один. В перспективе планируют построить и третий, чтобы полностью закрыть потребности местных в детских садах. Как вот можно увидеть, рядом стоящий корпус. Это он идентичный детскому садику, который конструирован. На сегодняшний день разрабатывается такая же проектно-сметная документация. Скажем так, будет аналогичный детский сад для 65 деток, который мы планируем реализовать в этом году. Ну, у нас основная задача, чтобы этот сад был, помимо того, что вместительный, он был комфортабельным, с современным оборудованием. Видите, как красиво сделали. На реставрацию корпуса оздоровительного лагеря под детский сад потратили почти полтора миллиона. Это вместе с мебелью и оборудованием. Основные средства – бюджет. Частично финансирование шло и от спонсоров. Из Чонок едем в юбилейный. Поселок – один из самых красивых в районе. Кстати, населенный пункт заявлен на участие в республиканском конкурсе на звание лучшего белорусского поселка. Поэтому мы заглянули сюда неспроста. Итак, что видим? Очень много новеньких домов, детские площадки, территории для спорта и занятий воркаутом. И напомним, до Гомеля отсюда всего несколько минут езды. 37 тысяч квадратных метров здесь жилья построено. 670 квартир. Это за сколько времени? Это за пятилетку мою. Пятилетку? За пятилетку. Ну, дома разные. Здесь вот этот дом последний мы вели. Это для многодетных семей 36-ти квартирный дом. То есть в поселке было много нуждающихся в улучшении жилищных условий, да? Да. Здесь процентов 80 мы построили для многодетных, для семей, для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вот два дома там – это арендное жилье. То есть полностью дома арендное? Да, арендное жилье. Затем два дома – социальное жилье. Да, для сирот. Плюс не только здесь жилье, здесь построены спортивные сооружения. Дальше мы там площадку посмотрим с мини-футбольным полем, с искусственной травой. Здесь в каждом дворе обустроены малые формы, тренажеры. Видите, получился такой мини-микроюн красивый. Но он не один такой. Многие населенные пункты, расположенные вокруг Гомеля, за последние годы просто расцвели. Вот в Головинцах, в Березках такие населенные пункты красивые. У нас как бы мини-микроюны такие, мини-поселки. Это Урицкая, вот Юбилейный, Новая Гута. Вот такие дома прекрасные. Кстати, здесь впервые мы применили поквартирное индивидуальное отопление во всех микроюнах, вне зависимости от центрального отопления. То есть каждая квартира, свой газовый котелок имеется. В каждой квартире человек пользуется им круглый год. Если говорить об автономности отопления и вообще новинках в этом направлении, то примера лучше, чем в поселке Большевик, и не найти. Туда мы и отправились. Этот электродом был сдан в прошлом году. Здесь в подвальной части этого дома находится котельная, в которой мы с вами находимся. Видим вокруг размещенное оборудование. Здесь происходит нагрев воды для системы отопления с помощью двух котлов, которые расположены в той части. Здесь вот этот котел для приготовления горячей воды. Вот этот, да? Вот этот синий котел, да? Синий котел. Вот эти четыре емкости для хранения. Просто резервуары для хранения. Резервуары для того, чтобы обеспечивать необходимые потребности всем жителям, которые могут пользоваться горячей водой. Все показатели отражены на электронном табло. Система устроена таким образом, чтобы даже малейшее нарушение можно было мгновенно выявить и устранить. На данном приборе мы можем видеть температуру наружного воздуха, температуру подачи жильцам тепла в квартиру и обратку. Если происходит аварийная какая-нибудь ситуация, то этот прибор нам показывает ошибку, которая передается с котла, который вот здесь вот находится, здесь тоже выбивает ошибку. На выходе из котельной встречаем будущего новосела этого дома. Лилия 40 лет прожила в бараке, пока его не признали ветхим. Теперь жильцам предложили переехать в арендный дом. Семье Лилии выделили трехкомнатную квартиру. Все соседи мои, соседи, всех мы знаем, которые переходят в этот дом, все довольны. Уже некоторые прямо уже сидят на чемоданах. Предвкушение. Да, да. Вот мои соседки, я знаю, что она там уже собрала всю мебель, сложили сыновья, и она уже ждет, когда получит ключи. Цены за аренду чисто символические. От 16 рублей за однушку до 30 за трешку. Все квартиры с отделкой и очень просторные. Очень большие квартиры. Вы говорите, трешка 80 квадратных метров. Я почему-то думала, что арендное жилье, оно такое компактное, малогабаритное. Я вот прям приятно удивлена. Ну, как я ранее говорил в этом доме, 50% у трехкомнатных квартир, двух вариантов, там порядка 80 квадратов, плюс-минус несколько. Вот мы находимся в одной из них на полу. Ламинат тоже отечественного производства. Вот видите, удачная расцветка, выполнены работы качественно, и потолочные поверхности. Все замечательно, я так думаю. Но будут какие-то вопросы, все по гарантии. Здесь же, в Большевике, в мае планируют начать строительство еще одного электродома. Он появится вот здесь, справа от новостройки. А квартиры в этой многоэтажке с газовым отоплением. В каждой индивидуальный двухконтурный газовый котел. 31 из 40 квартир социальные. Остальные для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такая же многоэтажка с газовым отоплением появится сзади построенной. Сейчас идут торги, а уже в феврале начнется строительство. Хотя в прошлом году в Гомельском районе занимались не только строительством жилья и реконструкцией социальных объектов. Успели привести в порядок дом культуры. На ремонт его закрыли более 10 лет назад. Достаточно давно это здание было закрыто в связи с аварийностью. Здесь и по электропроводке. В 2019 году за счет областного бюджета были выделены средства на разработку проектно-сметной документации. И приступили в конце 2019 года к выполнению строительно-монтажных работ. Вот благодаря, скажем так, бюджетному финансированию удалось реализовать этот проект в 2020 году на 430 посадочных мест. Стоимость строительства окончательно была порядка 530 тысяч рублей. Ну, скажем так, получилось достаточно очень красиво. До настоящего времени, да, массовых мероприятий здесь не проводилось. Здесь еще ждем приобретения технических средств до оснащения, после чего начнет, скажем так, еще организовываться концертная программа. Все эти годы часть мероприятий район проводил в ДК в Урицком. Что-то на гомельских сценах. Местные ждали, когда же реставрация начнется в их родном ДК. Ведь по акустике, например, это один из лучших залов области. И вот уже через месяц-два в полностью обновленном Доме культуры Гомельского района соберутся зрители, а на сцену выйдут артисты. Также за последние два года на территории Гомельского района за счет республиканского и областного бюджетов В рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» построено и введено в эксплуатацию 9 станций обезжелезивания. Они появились в Зябровке, Озделино, Тереничах, Телешах, Долголесе, Марковичах, Романовичах, Грабовке и Климовке. Продолжат строиться и новые. Сегодняшняя рубрика «Вопрос снят» об одной житейской ситуации, которая без помощи неравнодушных едва бы разрешилась. Коротко. Скоро из Урицкого в Красное переедет семья Сюськиных. Здесь они построили квартиру. И можно бы радоваться и ждать новоселья. Но один из троих детей в семье – инвалид-колясочник, а подъемника в доме не было. Хотя квартиру хозяева умышленно купили на первом этаже, но эти семь ступенек от входа до жилья оказались непреодолимыми. Таскать коляску на руках силу мамы, которой еще нужно успевать справляться с двумя совсем маленькими детьми, уже не осталось. Пришлось обратиться за помощью в Управление капитального строительства Гомельского района. Руководство откликнулось и взяло на себя установку подъемника. Доброе дело обошлось примерно в 6,5 тысяч рублей. Спустили платформу. Здесь ставим коляску. Коляска никуда не съедет, потому что борты подняты, опоры есть для коляски. Ну и дальше я стою вместе с ним. А то есть он может выдержать и коляску, и вас рядом, да? Да, да. Вот. И дальше мы поднимаемся вверх. Физически вам тяжело вот сейчас крутить это или нет? Нет, это не сложно. Но это может можно сравнить с ручной мясорубкой. Съемки для финальной рубрики программы проходили в центре Гомеля, на улице Докутович. Здесь Управление капитального строительства Гомеля строит десятиэтажку. Те, кто мечтал жить в центре Гомеля, еще могут успеть купить здесь квартиру. Дом планируют сдать уже в сентябре. Преимущества расположения высотки можно перечислять бесконечно. Рядом сад, близко школа, магазины, остановки. И еще один плюс. В доме будет 54 подвальных помещения для использования в качестве холодных кладовок. Мы находимся в двухкомнатной квартире, 58 квадратных метров. Стоимость квадратного метра 1445 белорусских рублей. Желающим приобрести данную квартиру по договору долевого строительства обращаться по адресу Советская, 19А, второй этаж, жилищный отдел. Совсем рядом в районе улиц Рогачевская и Кирова еще одна новостройка. Здесь тоже осталось несколько квартир, в том числе со свободной планировкой. Кстати, сейчас они на пике востребованности. Многоэтажку планируют сдать к лету этого года. Мы пришли на объект. Многоэтажный жилой дом номер 2 в районе Рогачевская и Кирова. Мы находимся в двухкомнатной квартире. Посмотрите, какая она широкая. Квартира со свободной планировкой 68 квадратных метров. Стоимость за квадратный метр 1500 белорусских рублей. Расположение этого дома также говорит само за себя. Люди, которые экономят время и любят, чтобы главные объекты города находились в шаговой доступности, обязательно оценят географию новой гомельской высотки. Сегодня на этом все. Следующая программа «Большая стройка» выйдет в эфир в последний день февраля 28 числа на телеканале «Беларусь4Гомель» в 19 часов 45 минут. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова